многие люди и мне это знакомо нам очень трудно вернуться в тонус после нового года то есть начинаем есть или лениться или еще что-то и потом так тяжело это начать начать возвращаться в нашу ежедневную рутину к работе нормальной к правильному питанию так это назовем к регулярным тренировкам и у этого есть свои определенные корни видите ли наша человеческая вот это вот среда в которой мы живем она так устроена что мы наш мозг не представляет когда там будет какой-то дедлайн и когда нам нужно сделать какую-то задачу срок и например представьте что уступила 1 января у вас облегчение наступил душа новый год наступил все прекрасно и у вас есть какие-то задачи и дела которые нужно успеть сделать срок и в принципе знаете эти сроки и вот этот период когда вы только узнали о задаче и знаете что с куча времени на ее реализацию его можно представить виде вот этого большого аквариума на этом слайде на аквариум большой и вода в этом аквариуме она иллюстрирует временные рамки то есть у нас много времени а маленькая рыбка которая находится в этом аквариуме она является тем самым делом которое нужно будет сделать но постепенно время идет дедлайн приближается кто не знаешь такой дедлайн это последний срок надо доделать то что ты хотел дедлайн приближается времени все меньше вот эта рыбка она выпивает воду она сама растет и становится и тесным этот аквариум и соответственно и в жизни так происходит дело все ближе времени все меньше и значит и дело становится все больше и нам придется сделать что правильно на придется все больше усилий прилагать в единицу времени чтобы успеть справиться с этим делом и это опять-таки важно в разрезе того что мы увидим про питание в новый год вы обязательно это поймете смысл в чем начинается тут огромная суета при приближении нового года годовые отчеты и недоделанные дела незавершенные какие-то еще события потому что ну мы всегда оставимся какие-то условные сроки в голове нам их ставят на работе еще где-то а еще мы знаем что после нового года страна особенно я говорю про рф будет пребывать в параличе недели две как минимум паралича просто полного потом будет полу пары с геми пары с потихонечку как-то выкарабкиваться мы будем только к марту наверно страна придет в нормальное состояние снова обеспечить свою работоспособность последние пару недель до нового года это просто нечто все наверно испытывают эту интенсивность эту суету этот стресс и стараются сделать все дела которые могут буквально за вот один день мы начинаем меньше спать мы начинаем меньше отдыхать мы начинаем больше себя стимулировать такими предметами как например кофеин то есть кофе чаще пьем после того чтобы все это успеть и это словно бы последний день на земле да мы приближаемся к нему там придет иисус или поезд в рай отправляется такого-то числа и ты можешь на него не успеть если не доделаешь эти дела и вся эта суета она приводит к тому что мышление складывается таким образом что вот сейчас я напрягусь как собака язык на плечо добегу до этого поезда на него прыгнул и уже там добегу выдохну и расслаблюсь то есть как будто это действительно последний день а после него все конец света и надо выслужиться как перед то сами ментальными идеями и это очень важно в каком разрезе до следующий слайд это огромные усилия потребуют глубокого отдыха они не что в нашем мире и тем более в нашем организме как части мира не происходит просто так не происходит это за бесплатно незаметно если ты сильно сильно напрягся то тебе придется глубоко глубоко отдохнуть и в первую очередь это напряжение нервной системы центральная нервная система наш мозг именно он страдает больше всех во время вот этой новогодней суеты стремление всего это успеть и это конечно же большой стресс для нашего организма и поэтому мы после любых стрессов будь то нервный будь то физический стресс мы требуем компенсации тело требует компенсации тело требует отдыха и поэтому то о чем мы сами говорим оно не удивительно что люди впадают в спячку после нового года в безделье в обжорство потому что это все часть а биологического отдыха от стресса который мы пережили накануне нового года ну в принципе тут и частичка нашей ментальности да это целый год большинство из нас лениться я сам честно скажу что целый год можно вату катать а под новый год начинается надо все успеть а это не успел я то не успел но это момент организации времени самодисциплины тайм-менеджмента и об этом конечно нужно заботиться но сегодня у нас не о том речь усвоим что огромные силе которые вы перед новым годом создаете своей жизни они потребуют глубокого отдыха это вам для понимания процесса почему так происходит уж когда вы понимаете почему уже автоматически начинаете видеть как на идем дальше и вот после всего этого периода огромного стресса две-три недели в экзаменах кто студент в работе в отчетах в продажах кто в офисе работает там физическая работа там на строгать каких-нибудь деталей там тоже успеть заказы доделать уже после нового года это будет просто невозможно сделать после этого наступает долгожданный момент отдыха он же вот этого нового года новогоднего стола и праздников и по сути это опять же игры с мозгом вы видите тут нарисован мозг он полностью в безумии него глаза вытаращены язык на плечо уже видит еду он видит награду и это банальная тренировка нервной системы как у физиолога павлова до суть в чем вы по сути сами себя тренируете накануне вы начинаете насиловать свой мозг разгонять его стимулировать мучить обещая ему взамен что ну вот потерпи еще потерпи сейчас доделай а потом я дам тебе отдохнуть и мозг на это соглашается он конечно сопротивляется сопротивляется но он на это соглашается мы себя заставляем у нас есть рамки мы вынуждены мы напрягаемся мы дрессируем мозг а дрессировка она всегда должна подкрепляться какой-то положительной связью до для закрепления навыка понимаете это это работа мозга то есть вы собаку когда дрессируете вы как какой-то трюк она делает и вы потом ей даете там что-то вкусненькое вот эта вся дрессировка тоже самое мозг вы также мучили мучили что в конце его как-то его поблагодарить и вот этот трюк вы проходите поэтому мозг после стресса будет требовать максимального комфорта до стресса тем более такого глубокого который мы испытываем после новогодней суеты то есть как реабилитация так к этому относимся и я вам скажу это абсолютно нормально в природе да мы тоже из природы вышли и не вышли мы все еще с не остаемся просто у нас не отношения плохие все очень сложно как говорится это нормально в природе все животные так поступают а мы не очень далеко ушли от млекопитающих от млекопитающих приматов но здесь я изобразил льва например просто ну почему-то мне в голову пришел лев просто очень наглядные картинки посмотрите справа лев бежит у него мышцы напряжены он весь в тонусе живот не выпирает у него целеустремленный злобный голодный может быть даже осмысленный умный взгляд то есть этот лев на охоте он не просто так гуляет он и так на природе живет ему гулять не надо вот он бежит на охоту потому что он голоден поэтому в тонусе поэтому он эффективен это его момент так скажем стресса его момент нового года и вот как только он на охотился наелся до отвала но хищники наедаются обычно ну пока у них есть чувство голода до полного насыщения и мы уже смотрим на другую картинку на где у нас лев лежит на дереве и мы уже видим какой он расслабленный пузо висит ножки свесил лицо просто как у котенка который ну просто любопытен никакой угрозы агрессии в нем нет он сыт ему ничего не надо он отдыхает и в это время делай с ним что хочешь да он даже нападать не будет если совсем ты ему не понравишься только вот это его новый год природе от нормально он расслабился он вознаградил себя как только он все это переварит как только он почувствует чувство голода вся эта милость сладость закончится и он автоматически перейдет снова в режим охоты у нас снова правая картинка где лев весь эффективный весь в тонусе снова охота вот это в природе происходит стресс создали после стресса отдохнули это гомеостаз это восстановление эта тренировка это нормально и животные в природе они не жиреют от всего этого и не болеют потому что у них во-первых не нарушены так сказать естественные механизмы регуляции голода аппетита и чувство насыщения в отличие от современных людей и у них нет такого избытка изобилия достатка в быстро усваиваемой рафинированной еде ради которой не нужно куда-то вообще идти поэтому все-таки жирные страшные больны вот идем дальше природе происходит но это не происходит у людей почему потому что у нас мы уже вышли из природы как бы нарушили с ней связь и у нас охота мы и можно спроецировать на буквально поход до холодильника то есть проголодался не факт что почувствовал настоящий голод да просто захотел есть от скуки от безделья от эмоций перед телеком за чтением неважно пошел есть холодильнику вся охота состоялась поел лег на диван там в комфорт смотреть телек дальше но самые грубые примеры вам простые я не говорю что все так поступают все так отдыхают но для понимания откуда растут ноги у современных метаболических болезней сейчас охота может проявиться просто вы делаете телефонный звонок и на этом все вам привозят пиццу и все что хотите и все как я уже сказал никаких напряжений мышц никаких трат энергии только запасание калорий и наше тело устроен таким образом что она будет вот сколько есть доступной энергии она все и будет запасать 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 потому что она не знает будущего она не знает что завтра тоже будет еда ну думала всегда готова к великому голоду который к сожалению наверное никогда не наступит до в нашем понимании но древняя обезьяна которая у нас сидит она слепа в этом плане она не знает будущее она не знает прошлое им не может планировать поэтому она живет в сегодняшнем моментом если сегодня есть вкусная еда в нашем доступе то это обезьяна стремится ее съесть полностью особенно если у человека нарушены механизмы регуляции аппетита голода и насыщения спасибо за ваше внимание смотрите расширенную версию этой лекции на моем канале ссылка доступна в описании к этому видео а также прямо сейчас у вас перед глазами в финальной заставке к этому ролику приятного и полезного вам изучения моего творчества